Здравствуйте, в эфире информационная программа телекомпании «Город 7 минут». Сегодня у нас в гостях руководитель Рязанского регионального отделения ЛДПР Александр Николаевич Шерин. Александр Николаевич, здравствуйте. Мы с вами встречаемся накануне самого, мне кажется, политически активного месяца, одного из, по крайней мере, мая. Здесь и праздники, и здесь и наш великий праздник, День Победы, здесь и активность политических различных партий. Вы каким образом будете проводить? Маевку? Или у вас по-другому будет называться? Ну, так уж повелось в нашей стране. Я, в первую очередь, хотел бы всех поздравить с первомайскими праздниками. И, естественно, самым главным праздником для всех политических систем, для всех политических взглядов, для всех граждан Российской Федерации, это, естественно, 9 мая, День Победы. Советских войск над немецкими фашистскими захватчиками. И я уверен, что для каждого российского, советского гражданина этот праздник будет самым главным. Но у человека есть активная гражданская позиция. Есть вещи, которые нас объединяют, есть вещи, которые нас разъединяют только по политическим принципам и по политическим взглядам. Ни в коем случае это не ведет к каким-то массовым беспорядкам или стычкам граждан Российской Федерации. Вот именно можно быть спокойным только потому, что у нас есть такой праздник, как 9 мая. Мы слишком многое пережили вместе, мы слишком много потеряли родных и близких. Очень много наша страна поднимала разрушенных городов, деревень, заводов вместе. Поэтому 1 мая это, в первую очередь, мирный повод показать на способности той или иной политической партии. Поэтому политические партии выводят своих активистов на улицы, заявляют о своей позиции. Это законный день, когда в День солидарности трудящихся люди проявляют свою солидарность по партийным принципам. Поэтому мы хотели бы под своими знаменами снова объединить неравнодушных людей. Наш лозунг на эту демонстрацию, на этот год и как и последующие годы мы для себя берем партии ЛДПР за основу. Беречь каждого человека. Российская Федерация приближается к демографической яме. Это когда уровень смертности превышает уровень рождаемости. Несмотря на то, что ситуация на сегодняшний момент в стране выравнивается, но был тот самый промежуток времени, когда рождаемость резко упала. И сегодня мы видим эти последствия, когда трудоспособное население становится все меньше и меньше. И в ближайшие несколько лет жителей пенсионного возраста Рязани будет около 30%. Очень большое количество трудовых мигрантов приходится привлекать. Это, естественно, раздражает и местных жителей. Это наносит и серьезный ущерб у экономики, потому что люди, получающие заработные платы, практически содержат свои государства, из которых они приезжают. И поэтому наша задача сегодня заявить в День солидарности трудящихся, и мы всех приглашаем, что нужно беречь каждого человека. Беречь каждого человека – это дать возможность ему получать достойную заработную плату, иметь возможность работать, иметь возможность определить ребенка в детский сад, получить качественное бесплатное образование и, самое главное, медицинское обслуживание. Чтобы количество автомобилей скорой помощи, количество больниц позволяло каждому жителю Рязани и Рязанской области рассчитывать на заботу государства в трудную минуту. У нас есть телефон в штабе 25 66 41. Мы всех приглашаем, обязательно звоните, потому что все желающие могут поехать на митинг в Москве, который состоится под руководством нашего председателя Жириновского Владимира Вольфовича. Комфортабельные автобусы отвозят от площади Ленина в 7 часов утра, но для этого предварительно необходимо записаться. Я думаю, что это будет очень интересное мероприятие, мы будем в центре событий. И мы хотели бы показать сторонники ЛДПР наша самая старая, самая мощная и самая оппозиционная партия не по случаю и не по времени обстоятельств, а по факту и всегда. Мы самая оппозиционная партия. И нам в этот день надо показать, что нас действительно много, что власть обязана и будет к нам прислушиваться. Что власть должна прислушиваться не тем, кто лоббирует интересы Запада на территории Российской Федерации, вводя людей на те или иные стихийные митинги, рассказывая о том, что у нас неправильная система, неправильный режим, неправильный политический строй. ЛДПР говорит о том, что у нас неправильное отношение к человеку, неправильная работа чиновников, неправильный контроль чиновников, неправильно, что одна политическая партия имеет монополию. Но мы никогда не говорили, не будем говорить о незамедлительном свержении недемократическим путем власти в Российской Федерации. То есть конструктив. Да, и нам необходимо показать, что оппозиции конструктивны, люди, которые настроены миролюбиво, но требовательны по отношению к власти, те люди, которые настроены конструктивно, не призывающие к ванханалии, анархии, революционным каким-то стачкам, перекрытиям дорог и прочим нездоровым элементам, что нас больше. Поэтому праздничных дней очень много, я всех понимаю, всем необходимо съездить пожарить шашлыки, съездить на дачу, но для этого существует еще очень много выходных и праздничных, скажем, таких дней, летних, весенних. Поэтому я думаю, что первомайскую демонстрацию пропустить ни в коем случае нельзя. Мы знаем, что очень много рязанцев поддерживает нашу партию, и нам необходимо показать, что мы есть, что нас много. Поэтому я считаю, что вот этот праздник должен действительно проходить под эгидой ЛДПР. Потому что, ну, я прекрасно понимаю, есть политическая партия, под флагами которой выходят по старинке, по привычке, есть политическая партия, под флагами которой, может кто-то выходит действительно по искреннему порыву, души не буду, может кому-то на всякий случай лучше выйти под этими знаменами. Ну, у людей разное восприятие. У кого-то ностальгия по прошлому. А под знаменами ЛДПР выходят действительно те люди, которые, я уверен, хотят показать нашу мощь, хотят проявить свою солидарность с нашей партией, и хотят нас таким образом поддержать. Потому что добиваясь от власти изменений к лучшему, от года к году, мы должны власти показать, что мы это говорим не от имени активистов, только ЛДПР. За нас очень много голосует людей, которые не состоят в рядах ЛДПР. Мы должны показать, что вот эти люди, которые идут под нашими знаменами, которые вместе с нами в одной колонии, вот их интересы мы представляем. Те люди, которые недовольны очередями в детские сады, те люди, которые недовольны очередями в больницах и поликлиниках, те люди, которые недовольны постоянными ремонтами дорог ежегодными и пропаданиями этих дорог по весне, грязью, мусором, неустроенностью, элементами, имеющими место коррупции, безразличия чиновников. Вот это есть проблема на местах на мелком уровне. И эти люди должны показать тем самым, что выходя под знамена ЛДПР, мы говорим решительное нет. А мы будем чувствовать себя более увереннее, мощнее, сильнее. То, что мы видим, что за нашей спиной сотни тысяч рязанцев. И председатель ЛДПР Жириновский Владимир Вольфович также приглашает людей из ближайших регионов в Москву, для того, чтобы показать власти, что партия ЛДПР мобильна, она имеет поддержку и на региональном уровне, мы не только силами московских наших подразделений ЛДПР будем митинг проводить. Ну и людям действительно показать, когда они приезжают в Москву и видят вокруг себя тысячи сторонников нашей партии, партии ЛДПР, они чувствуют себя более увереннее, и возвращаясь в регионы, они могут чувствовать, что там в Москве рядом есть поддержка, есть мощная федеральная структура. И люди, которые с мелькающими сегодня на экране фамилиями, не приходят и уходят. Я относительно давно занимаюсь региональным отделением политической партии ЛДПР. На моем веку очень часто всплывали различные фамилии. Так называемые оппозиционеры. Потом проходило время, люди становились работниками правительства Российской Федерации. Люди занимали очень высокие посты. И это тоже все пройдет. Появляющиеся оппозиционеры, немножечко дающие кому-то изюминку, дающие адреналин выплеснуть, собирающие людей на площадях, но мы при этом не понимаем конкретного их лидера, конкретных их требований. И где же там мы, россияне, обычные жители Рязани, Рязанской области, где в их политических баталиях и разборках с Кремлёй находимся мы, на каком месте и где они нас видят, в принципе, при новой какой-то системе, которую они хотят видеть, никому непонятную, это все проходит. ЛДПР – это постоянно, это вечная, это конкретная позиция, и все четко знают нашу линию. Это сильная власть в стране, это порядок в стране, это справедливость для каждого человека, это забота государства о каждом человеке, это мощная армия, мощная система правоохранительных органов, мощная и справедливая судебная система и богатая страна, в которой каждый житель имеет право рассчитывать на то, что ему положено по Конституции. Все политику ЛДПР давно понимают и знают. Других политических партий политика меняется по направлению ветра, экономического и геополитического. ЛДПР позиция не меняется, поэтому и 1 мая надо сказать, что мы в рядах ЛДПР, мы будем очень признательны и благодарны, поэтому все должны звонить по телефону 25 66 41. Все желающие, мы не приемлем заставлять людей, все желающие позвонить и записаться на нашу демонстрацию. Хорошо, большое вам спасибо, Александр Николаевич, будем рады видеть вас на праздниках и под вашими знаменами, в том числе. Спасибо огромное. Все, спасибо вам, удачи и вас также с наступающими праздниками. Взаимно спасибо. Вы смотрели информационную программу телекомпании «Город 7 минут». Всего доброго, до встречи.